я рад приветствовать вас с вами снова александр и я хочу продолжить рассказ детских автокреслах от компании joy я во всех обзорах вам говорил что мне достаточно импонирует этот бренд на мой взгляд он очень достоин чтобы на него обратить внимание при выборе детских кресел и сегодня я вам расскажу о достойном представители этого бренда это кресло в категории 2 3 находится это от 15 до 36 килограмм и в ценовой скажем так линейки у компании это знаете что такое среднее занимает позицию эта модель она называется trilo lx так что сегодня мы с вами его изучим посмотрим что он из себя представляет как им пользуется как его крепить ну и в конце как обычно мое мнение но сейчас будем изучать joy trilo lx сразу давайте на самом начале поговорим о безопасности покупаем мы чтобы обеспечить своего ребенка в автомобиле и этот момент наверняка мы будем как бы рассматривать выбирать кресло по безопасности в первую очередь и это кресло вот эта компания всегда например на свои кресла клеит прикрепляет бирочки таким образом хвастается своими результатами в краш тестах эти этот бренд вообще joy он хоть и не дорог но он напрямую конкурирует с прямыми с европейскими топовыми брендами по безопасности у них всегда одни из лучших оценок по безопасности они очень хорошие в плане безопасности и по цене из минусов я вам назову чуть позже почему они стоят дешевле так как я говорил это кресло у нас с категории 2 3 это где-то с трех лет то бишь это где-то 100 сантиметров роста меньше 100 сантиметров роста к сожалению нельзя возить ребенка потому что он крепится взрослым ремнем при меньшем росте иметь попадет на горло этого допустить нельзя поэтому от 100 сантиметров и до до конца пока ну вам нужно будет вообще вот здесь вы видите внутренних ремней нет абсолютно будет взрослый ремень сейчас мы пока я покажу вам как она крепится здесь нет системы изофиксом но здесь есть система так называемая она этот тоже система которая крепится к изофиксу но изофикс это металлические салазки выезжающие из основания кресла а эта система на на ремнях с крючками на самом деле вот эта система при установке гораздо легче и устанавливать чем обычная система изофиксы система менее жесткая но эффективность практически та же поэтому вот такой вариант избегать его не нужно это неплохо это тоже очень удобно тем более устанавливать его вообще три секунды вот сейчас посмотрим как раз таки как это делается здесь у нас вот с этой стороны есть кнопочка который мы нажимаем и вытаскиваем изофикс вот эти вот и крючочки на ремнях вытаскиваем после чего находим изофикс в автомобиле и просто-напросто цепляемся крючками после чего с правой стороны здесь есть ремешок за который мы все это натягиваем и все кресло но но очень очень плотно и хорошо пристегнута к автомобилю поэтому жесткость принципе практически по моим личным ощущениям вот как я смотрю она не сильно уступает да и может даже вообще не уступает обычному изофиксу поэтому такая система одобрямс как говорится хорошая система вот единственное когда вы пристегнете так притяните к кузову автомобиля на крючки за ремешок она прижимается плотно к сидению и уже угол наклона будет напрямую зависеть от сиденья вашего автомобильного кресла здесь есть небольшой свободный ход спинки вот она упрется и дальше не пойдет поэтому в два-три категории каких-то положений для сна там хотя некоторые пишут производитель положение сна но какой тут сон если ребенок сидит и сильно здесь не наклонишь единственный выход какой немножечко ослабляем отодвигаем ослабляем ремешки отодвигаем основание кресла вперед и тем самым мы становимся становим кресло дальше от кресла спинки от спинки автомобиля снизу дальше и она наклоняется чуть больше но этого достаточно чтобы ребенок уснул и голова не падала вперед в принципе нормально так это что касается крепления здесь все понятно сам ребенок крепится здесь уже взрослым ремнем вот таким образом застегиваем все нижний ремень проходит здесь всегда все под подлокотниками верхняя же часть ремня вот отсюда вам виднее здесь красные направляющие пластиковые они обычно бывают красного цвета но не во всех креслах они красно но здесь они красные просовываем сюда ремень обязательно очень важно чтобы про ним проходил здесь и уже когда пристегнем опускаем подголовник до уровня плеч ребенка чтобы между плечом ребенка и подголовника было не больше двух пальцев и желательно не меньше одного это вот самое правильное положение ребенка чтобы иметь шел не по горлу а по груди и плечу ребенка в общем вот так крепится ребенок все точно достаточно просто по высоте регулируется она тоже жив на очень высоко сами видите тут до метра тридцати уж наверняка будет помещаться ребенок без проблем диапазон хороший сразу вы можете оценить ширину кресла она достаточно широкая и мне еще нравится что очень глубокая сидушка и ребенка будет ну долго в нем реально он там все восемь лет свечи будет комфортно себя прекрасно чувствовать вместительность достаточная и в зимней курточке но не в здоровенных комбинезонах конечно но обычной курточки ребенок принципе поместится хотя лучше возить и без курточки снимайте когда машину прогреть так быть правильнее безопасно вот по поводу тканей ткань здесь очень сложно сказать что это за материал он не раздражает вот почему вот на тему почему они дешевле если мы будем сравнивать их с дорогими брендами немецкими те конечно же ткани используют более дорогие и более качественные но принципе в плане износа стойкости вот эта ткань не вступит дорогим немецким брендом точно на ощупь она может быть не такая приятная но вы из-за него платите в два а то и больше раза меньше чем за немецких брендов на немецкие бренды вот поэтому как бы грех жаловаться за такие деньги на эту ткань все здорово в конце концов ребенок не голым телом здесь сидит поэтому очень даже нормально все ткань нормальная вот так же для комфорта ребенка здесь есть два подстаканника справа с левой стороны чем плохо очень даже удобно конечно вот мне что не нравится они не глубокие бутылочка будет падать чуть-чуть бы поглубже были было бы конечно получше кстати сразу по ткани еще добавлю что мне нравится джоях у них обычно кресло мягкие вот реально обычно такие кондовые дубовые часто встречаются в этом в этом ценовом диапазоне здесь нет здесь мягкая хорошая ткани так все приятненько все принципе нормальным в принципе в целом добавить мне больше нечего подытожу это кресло от компании джой она стоит там совсем недорого ссылку я на это кресло в магазине мир автокресел в описании добавлю обязательно пройдите посмотрите и соответственно там увидите весь модельный ряд и цены цену я вам не называю потому что сейчас сами понимаете времена такие сегодня на такая завтра такая чтобы она была актуальной по ссылке она будет актуальной но она ощутимо меньше десяти тысяч рублей поэтому здорово прямой конкурент с таким уровнем безопасности будет стоит там тысяч двадцать поэтому на все вот эти моменты с тканью хотя и плохой и не называл ну вот она похуже будет чем кресло перед немецких кресел вот такого же уровня безопасности который стоит два раза дороже но за эти деньги здорово все супер по комфортной по посадке очень комфортной посадка мерили детей смотрели людям нравится кстати еще по безопасности один момент упустил сейчас я вам скажу вот здесь с правой стороны устанавливаются дополнительные панели сейчас фотографию выведу и посмотрите дополнительные панели которые увеличивают защиту при боковом дтп это тоже очень здорово соответственно и в этом ценовом диапазоне опять же их практически нигде нет а тут есть вот пожалуйста поэтому очень рекомендую вам обратить внимание на это кресло при выборе до 10 тысяч кресла с хорошей безопасностью выбор будет вот такой маленький поэтому наверняка вы на него наткнетесь и не проходите мимо обязательно посмотрите это кресло есть магазин возможность приехать прийти померьте ребенка вот ну а собственно все что хотел рассказать рассказал в заключение если вам это видео было полезно и интересно ставьте просто лайки подписывайтесь на канал и большое спасибо миру автокресел за то что дали на обзор это автокресло от компании джой и вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора автокресла для своего ребенка и удачи до свидания